Дорогие друзья, добро пожаловать в Umpath Hub. Кто у нас первый раз? Отлично, половина практически уже про людей. Я так и для остальных двух словах сказала, что это такое, что это цель на поддержку социальных и значимых социальных предпринимателей, с активистами, с некоммерческими организациями, с научными предпринимателями, которые кто-то из них здесь работает, кто-то участвует в программах, кто-то участвует в мероприятиях. И Umpath Hub это международная такая история. То есть больше, чем 49 стран, как сейчас есть отделение. Поэтому если вдруг вы решили поехать практически в любую европейскую столицу в Umpath Hub, то ходите в гости обязательно. Всем гостям Umpath Hub мы делаем такой сюрприз, что ли. Бесплатный день работы в хаме, поэтому если вдруг вы поймете, что вам в ближайшей неделе будет интересно прийти к нам в гости, день поработать здесь, просто посмотреть, что мы делаем с атмосферой и так далее. Мы очень будем, что вас очень рады видеть. Вот так как у вас все имена и фамилии ваши есть, вы просто приходите и говорите, я буду на Umpath Talk, и я хочу вас пробытать. И будет вам здесь хорошо и уютно. Сегодня финальный и самый такой конкурный ивент из серии Umpath Talks. Мы вообще эту серию придумали летом для того, чтобы консолидировать мероприятия по какой-то одной теме, такой мощный блок. И у человека, по сути, была возможность узнать о теме с разных сторон. Там просто по поводу короткого промежутка времени. Вот. И осенняя серия посвящена информационным технологиям в разных форматах. В понедельник у нас креативный директор Google рассказывал о том, как использовать технологии для того, чтобы делать креативные концепты для социальных проектов. Вторник был пост-ритейлинг, такой бранч тоже с тремя интересными спикерами. Вот. А сегодня тут то мероприятие, которое я, например, больше всего ждала, потому что Алексей Седоенко, руководитель директором и директором технологии занимается с разных сторон этой темой. Сколько четыре или пять? В трисплане. В рамках. В трисплане. А, ну так-то вообще уже… Ну так-то я понимаю, что там уже 29 с половиной. Вот. И поэтому в следующий час, в безумном количестве слайдов, вы узнаете, в общем, все, что вы только можете хотеть знать о том, как развиваются технологии для социальных изменений в России и, может быть, даже в мире в последнее время, что можно использовать, как можно в этом себя найти. И повезло, что наши маленькие друзья, которые прогуляли сегодняшний бактокс, могут увидеть видео и тоже приобщаться к нашему сегодняшнему облаку знаний. Я думаю, что у нас будет время после твоего вступления на опрос и ответы в дискуссии «Чай, кофе, печенье» и «Кому». Так что готов, что вы просто написываете. Вот. Отлично. Отлично. Большое спасибо. Большое спасибо всем, кто сегодня пришел. Меня зовут Алексей Сидоренко, руководитель теперь социальных технологий. Я по образованию географ, но занимаюсь технологиями уже достаточно давно. План на сегодня. Но сегодня мы, прежде всего, я постараюсь сделать обзор тех технологий, которые используются для решения социальных проблем и для, соответственно, каких-то позитивных общественных изменений. И я постараюсь также дать примерный обзор, как вы лично можете участвовать. Но и также, мне кажется, очень важно, потому что мы все немножко такие в тупице любители чего-то нового, необычного, порой непонятного. Мы будем, я буду стараться рассказать о том, на что стоит обращать внимание и куда, и где, и как можно, соответственно, начинать делать что-то действительно необычное. И прежде, чем мы начнем в целом говорить о технологиях и прошлое подобное выступление началось с того, что я очень люблю Sky. В этом году я начал говорить, что я очень люблю Viber или какую-нибудь Telegram, неважно. Но, мне кажется, очень важно ввести такие понятия, как подрывные инновации и поддерживающие инновации. Это, соответственно, эта терминология введена Клейденом Кристенсеном, проописывающие жизнь и смерть стартапов. Кто-нибудь из вас уже сталкивался с этими терминами? Подрывная инновация по-английски дезрактивно выше. Т.е. я правильно понимаю, что никто не поднимает рук и никто не знает, что это такое. Инновации, которые отрывают, это те, которые разрушают существующие рынки, и процессы ценообразования создают новые. Соответственно, так как у нас тематика социальная, это говорит о том, что это значит, что подрывные инновации в гражданских технологиях это такие технологии или такие инновации, которые вообще, скажу так, сделают проблему нерелевантной. А поддерживающие инновации это те, которые помогают некоммерческим организациям или общественным инициативам улучшать свои услуги. И мы начнем в этом контексте с технологий для традиционных НКО. Я сделал, соответственно, разделение по тем, кто использует эти технологии. Это мобильные приложения. Мобильные приложения в некоммерческом секрике в России, они, скажем так, в прошлом году, в 2014 году, первое появилось благотворительное приложение, его создал фонд помощи хосписом Вера. В конце прошлого года появилось мобильное приложение помощь детям. Сразу после этого в марте 2015 появилось мобильное приложение фонда Белла. И это можно назвать такой, соответственно, поддерживающей инновацией, потому что, действительно, для НКО очень актуальна тема, соответственно, фанрайзинга. Да, у фанрайзинга и наиболее сильные и наиболее, соответственно, наиболее проворные некоммерческие организации начинают находить, искать все более новые, все более интересные и новые каналы, соответственно, фанрайзинга. Геймификация – это вещь относительно не новая, но, так или иначе, она тоже в плане технологий достаточно важная. Здесь я привожу пример PlaySpend, и я здесь буду много слайдов показывать, соответственно, здесь будет много переключаться, и, опять же, я все этими слайдами с радостью поделюсь, поэтому, в принципе, да, можете фотографировать, это здорово, но это все будет. Вот, это PlaySpend – игра, которая позволяет вам оценить, вы можете ли вы прожить на тысячу долларов. Вот, но на самой геймификации, скажем так, жизнь не останавливается. В этом году организации, занимающиеся гражданскими технологиями, совместили геймификацию и краудсорсинг, и вот появилась в данном случае просто скриншот из российской версии. Это игра, созданная краудсорсинговая игра, чтобы понять, и это для всех стран мира, вот, они собрали данные по всем парламентам, чтобы понять, сколько у вас мужчин, сколько женщин, какой гендерный баланс в органах власти. Я зашел, стал играть в Россию, и вам нужно просто, достаточно простая вещь, нужно посмотреть на имя, если есть возможность посмотреть на фотографию, и нажать «мужчина это или женщина». Да, и таким образом, некоммерческая, точнее, организация My Society, они создали в свое время приложение, это британская некоммерческая организация My Society, они сделали такое известное приложение SecretFix, я о нем очень позже буду говорить. Они позволяют, таким образом, не используя собственные ресурсы, собрать информацию о гендерном балансе в парламентах всего мира. Да, если бы они это делали сами, они потратили бы огромные ресурсы, а так, с помощью достаточно простой игры, они, вы помогаете им, собственно, собрать всю эту информацию. Еще одной важной вещью и вот поддерживающей инновации, то, что я называю технологиями преодоления. Это все технологии, которые касаются технологий, помогающих людям с ограниченными возможностями. В данном случае преодоления, если речь идет о преодолении, речь идет о преодолении каких-то преград, тех, скажем так, ограничений, которые, неравидим с ограниченными возможностями, принесла жизнь. И утеплиться горда тем, что мы сами поучаствовали в поддержке двух российских технологий. Это приложение СМУФ, победитель прошлогоднего кальтона открытых данных, которое позволяет выстраивать маршруты для людей на колясках. И вы могли видеть наверняка уже следующую итерацию, которую сделал Андрей Кармацкий. СМУФ – это разработчики, при том один из разработчиков, сам человек с ограниченной мобильностью, запустили с нашей поддержкой в феврале приложение. Также теплица поддержала интернет-мессенджер для, соответственно, детей с аутизмом, который, как бы это мессенджер, где вы используете только иконки, да, которые при этом встраиваются в API ВКонтакте. И он вышел в марке. Ну, последнее наверняка все слышали о приложении Яндекс.Разговор, да, это сентябрь 2015 года, соответственно, позволяет улучшить коммуникацию с глухими или слабослышащими. И здесь происходит в целом по миру достаточно много технологий, которые толкают весь этот процесс куда-то вперед. И насколько я понимаю, тренд такой, что да, действительно, через 20 лет мы действительно снимем, по крайней мере, когнитивные барьеры с помощью технологий практически полностью. Это очень хорошо, на это стоит смотреть. Это действительно проблемы, которые затрагивают достаточно серьезные группы, которые вот на данный момент ограничены. Я считаю, что лет через 20 они уже совсем будут наравне с нами. По крайней мере, в их когнитивном качестве. Есть еще одно направление эволюции. Именно в данном случае говорится, опять же, о тех инновациях, которые вот заметны на российском пространстве, да, это то, что все больше и больше уже активистов, не только некоммерческих гармонизаций, точнее, эти и другие начинают использовать формат лонгридов. Я думаю, все знают, что такое лонгриды. Окей, хорошо. Если что-то непонятно, если я начинаю говорить птичьим языком, пожалуйста, меня останавливайте. Что такое лонгриды? Отлично. Лонгриды – это мультимедийные материалы, которые содержат в себе, то есть это, если раньше, то, что можно было назвать большими центральными статьями в журналах, то есть это мультимедийные материалы, рассказывающие какую-то историю, но при этом содержащие в себе различные виды содержания, такие как видео, инфографика, карты и так далее. И сейчас, например, появилась прекрасная платформа «Тильда», и если изначально она придумывалась как вот такая платформа вот вроде «Медиума» и так далее для создания именно подобных материалов, собственно, с какой-то информационной частью, то теперь активисты используют это в том числе для непосредственно своего активизма. И вот на примере Тавинского ГОКа и 2015-го года, с того ГОК «Тильда ВС», активисты создали, собственно, на основе «Тильды» богатый и хороший материал о том, что в данном случае он борется с ГОКом, но по качеству просто прекрасный для своей общественной компании. на другой платформе, это в данном случае просто, насколько я понимаю, они взяли достаточно тему по альтернативной гражданской службе, некоммерческая организация использовала для продвижения, собственно, идеи альтернативной гражданской службы совершенно новый вид подачи, да, если вы видели сайт, собственно, ту организацию, которая бы сделала, realarmy.ru, вот, это совершенно как-то другой даже, ну, другой и канал, и способ передачи информации о какой-то общественной проблеме. Но здесь вот, как я уже сказал, да, можно опять же перечислить, да, это вещи, которые у нас продолжаются, то есть люди изменяют, скажем так, подачу материала, они становятся ближе к пользователям для сбора денег, они используют ресурсы пользователей для решения своих массовых задач, которые, если бы они решали сами, делали бы это годами. Это вот то, что, то, что называется поддерживающие инновации среди третьего сектора. Но этим далеко не заканчивается, поэтому поехать дальше. Вот, и раз уж мы в импортхабе, то, разумеется, следует сказать о технологиях для социальных предпринимателей. И здесь, по крайней мере, то, как я это анализирую, и в России, к сожалению, я очень надеюсь, что из импортхаба как раз появятся новые как раз супер технологические, прорывные инновации. Это те, это, я вижу пока две, два основных направления, где в социальном предпринимательстве используются технологии. И первое, это когда онлайн-платформа используется как основа социально-предпринимательства и деятельности. Я хотел, ни у кого нет проблем с определением социального предпринимательства? Я бы вообще хотел послушать. Да, хорошо. Социальное предпринимательство – это такой вид предпринимательства, который, прежде всего, ставит перед собой какую-то миссию, как решение социальной проблемы. Но, в отличие от традиционных некоммерческих организаций, я сознательно делаю вот такое разделение. Основная бизнес-модель, за счет чего живет организация, не является грантовой, да, что организация получает гранты на эту работу, а скорее старается придумать такой метод работы, чтобы иметь типичный предпринимательский канал подступления ресурсов для осуществления своей деятельности. Но при этом заработок и прибыль не является основной, как бы, целью этой организации, если вот как-то совсем упрощенно. И, собственно, Impact Hub, он как раз и существует для как раз поддержки и взращивания именно такого типа предпринимателя. Вот, поэтому, собственно, это к ним и там референция. Вот, ну и еще, знакомы ли вам вообще какие-нибудь социальные предприниматели? Знакомы. Какие? Ну, например, вот там наверху сидит, только что общался, Гузель Саджапова с ее знаменитым медом, бабушками в деревне и так далее. Ну, отлично. Вот это прекрасный пример социального предпринимательства, действительно, но при этом там, действительно, немножко не очень много технологий. Кто не знает, с использованием... Ну, да. Я на насти не смотрю. Я взяла, что я не искала, да, примеры какие-то. А, и... Ну, что такое вообще-то выразить? Вот это простенький сайт. По крайней мере, снаружи выглядящий как простенький сайт. Созданный в 2005 году командой разработчиков Сядгранже. И к 2015 году за 10 лет распределил 703 миллиона долларов. Это много. Это много. И каким образом? Таким образом, что вы пойдете... Поначалу это был просто PayPal, это платежная система. Вы, как любой человек, могли добавить 25 долларов, а платформа брала на себя обязательство дать эти 25 долларов, объединять в какой-то грант, соответственно, людям, которые в этом нуждались. Да? И это заработало. Это заработало настолько хорошо, что, действительно, они, по моему мнению, просто астрономическую сумму смогли распределить. У них очень хорошее... И, притом, они не дают это просто как грант. Они дают это как мини-кредит, да? То есть это, фактически, предприятие по микрокредитованию. И вот у них здесь они гордятся своим процентом отдачи этих микрокредитов 98,81% отдачи вот этих вот микрокредитов по 25 долларов наиболее нуждающимся. Мне кажется, и при этом без технологий они никогда в жизни не достигли бы даже какой-то минимально близкой вот к этой цифре 703 миллион долларов величине. Соответственно, вот, к сожалению, Киева в своем роде, пожалуй, на мой взгляд, единственный пока пример именно платформы как основы социально-предпринимательской деятельности, но не обязательно идти совсем аж так глубоко. Второй тип – это когда продукт является основой социально-предпринимательской модели. И здесь совсем недавно, и это тоже достаточно новая вещь. Октябрь 2014 года в Испании появляется Homeless Fonds. То есть здесь, в данном случае, технология такая, что фонд – это шрифт, то есть это бездомные шрифты. Шрифт пишется бездомным, он создается бездомным, а дальше эти шрифты продаются, они оформляются дизайнерами, они продаются, и, соответственно, бездомным помогают за счет тех денег, которые извлекаются из прибыли проданных шрифтов. А еще один вариант… Да. Просто я иначе… Сколько всего этого я не запомнил. А насколько… Ты знаешь, насколько много здесь учащих дизайнеров? То есть это такая простая… Постумательный инструмент говорит нам, что шрифты создали бездомные, и там правда какой-то есть… Я бы назвал, что там очень-очень высокий, скажем так, но за счет… То есть там действительно доля дизайнера, она очень высока. Без дизайнера сам бездомный человек просто может как-то сделать. Вот другое дело, что у тебя в соотношении, скажем так, цены, если ты достаточно много продаешь, да, то у тебя доля вот затрат дизайнера, она как бы уменьшается, да, потому что у тебя там, собственно, бездомный… Но привлекательнее тебя. Понятное дело, что он тоже относительно ограничен, пока… пока вообще сама тема помощи бездомным, она находится в достаточно органах. Еще один интересный пример, и в июне, собственно, вышло обновление – это FireFone, это мобильный телефон, соответственно, полная производственная цепочка, которая основана на общепринятых этических принципах как по добыче природных ресурсов, так по локализации, так и по правам рабочих. То есть, вот представьте, кто знает из вас, что такое Fairtrade? Fairtrade – это международная система сертификации компаний, которые покупают кофе у ответственных, точнее, у этичных производителей кофе. Вот. И таким образом, и это, кстати, тоже достаточно интересная предпринимательская модель, да, то, что таким образом с помощью сертификации для компаний создается давление, чтобы они более ответственно себя вели, а они приходили, просто открывали ногой дверь каким-нибудь фермерам и говорили, вот, два доллара, мне, пожалуйста, все ваше кофе. Вот. И, собственно, идея в том, что мы привыкли, что у нас есть айфоны, да, которые приводятся на фабриках, где люди выбрасываются из окна из-за плохих условий работы. Вот. Вот. На фабриках Самсунга ситуация не лучше. Вот. Но при этом кто-то хочет это изменить и, собственно, здесь мало того, что они это действительно делают, вот, так они еще и показывают полностью разбивку по ценам, да, за счет чего формируется, формируется цена, да. Результат пока, скажем так, оставляет желать лучшего. Я знаю единственного человека, который купил себе Fire Phone 1, он его перестал использовать, потому что он действительно, несмотря на то, что он супер этичный и все здорово, но он действительно дороже, он медленнее, он медленнее, он глючнее и так далее. Но, так или иначе, мне кажется, это очень хорошее начинание, по крайней мере, которое создает, прежде всего, модели поведения для крупных компаний, да, для тех же Apple и Samsung, вот, как бы показывают, что все-таки можно делать бизнес иначе. Это, и мы, как вы поняли, мы идем от, соответственно, от поддерживающих инноваций к подрывным инновациям, все так же, да. И отдельной, скажем так, отдельной частью во всем этом являются так называемые гражданские приложения или Silic Tech, вот, то есть, гражданские технологии даже можно сказать. Гражданские приложения, в нашем понимании, это платформа и сервисы для общественных изменений. И здесь история отслеживается, скажем так, с 2008 года, когда появилось первое приложение «FixMyStreet», на основе которого, точнее, пользуясь моделью которого была создана «Росяма», здесь идея в том, что вы видите что-то, отмечаете на карте, публикуете, и там, не знаю, яма на дороге исправляется, да. В данном случае, вот, конкретно «Росяма» решила, пожалуй, с помощью «Росяма» было решено, пожалуй, порядка около 20 тысяч различных проблем. И что хорошо, то что и «FixMyStreet», и «Росяма», они использовали модель открытого кода, то есть, вы могли, как бы, взять код, установить и создать такую же подход, мы, например, сделали на основе этого «Росдоступ», но это не самая успешная история, потому что мы ее сделали, но, в отличие от «Росяма», нашим «Росдоступом» мало кто стал пользоваться. Мы не стесняемся об этом говорить, но, так или иначе, не все, что вы устанавливаете, сразу работает и продолжает работать. По другому пути пошла американская альтернатива «FixMyStreet» «FixMyStreet», «SecretFix», которые сделали, собственно, такую же идею, то есть, вы видите проблему, там, я не знаю, там, лампочка не горит, вы делаете фотографию, отправляете, и они пошли по такому пути, что вот эти вот приложения, да, потому что, ну, опять же, мы вот до технологий, какие у нас были способы сказать, что лампочек не горит. Можно было пойти в ЖЭК, да, можно было что-то еще придумать, вот, а «SecretFix» конкретно предлагает городским администрациям свои сервисы по внедрению этой системы, и все довольны, да, потому что администрации получают много обратных связей, граждане знают, как им проще всего, соответственно, не идят в ЖЭК или, там, американский ЖЭК, соответственно, как заявить о проблеме, и компания при этом получает деньги за счет того, что она просто, ну, подписывает контракт с городом на осуществление этого и на осуществление всего этого процесса, и что хорошо, да, то, что один раз, когда вы построили платформу, да, вы можете ее масштабировать, и у них сейчас контракты с почти что с двумя стами городов, в данном случае, в Америке. По такому пути в России пошел «Street Journal», но, опять же, все-таки в России, наверное, не очень прямо так удается вести бизнес «Street Journal», и мне очень важно об этом рассказывать, да, потому что это пермский стартап, и они даже в течение двух лет месяцев, у них был контракт с городской администрацией, у них прямо напрямую из этой системы, механизм абсолютно точно такой же, шел в дело обороны города Перми, все вот эти вот заправки, но потом произошли изменения там в самом Пермском крае, вот, у ребят появились новые заказы, и вот, в общем, эта красивая история, она как-то завершилась. Но есть города, в которых она не завершилась, и это вот прекрасный проект «Красивый Петербург», это в целом проект «Красивый мир» и вариантов «Красивого Петербурга», они устанавливают всем системы, уже есть в тридцати трех, кажется, если не тридцати четырех городах, это не открытый код, это скажем так, но вот коллеги петербуржцы, они устанавливают вот эту вот систему просто по заявке от активистов из того или иного города. И в самом Петербурге у них налажена связь, мы как раз недавно их приглашали на стрелку, на дискуссию, и они там полностью, соответственно, с городскими чиновниками, они их даже спрашивают, не спамят ли эти заявки, вот, соответственно, поэтому не спамят ли они их дело оборота, они говорят, не, не, все окей, вот, и мало того, они там, ну, собственно, я советую вам просто читать все истории, которые связаны с «Красивым Петербургом», вот, самое интересное, и что самое красивое, как мне кажется, то, что это абсолютно не оформленная организация, у них нет своего юридического лица, это просто платформа в интернете, вот, при которой при этом в паблике ВКонтакте больше сорока четырех тысяч человек, они, безусловно, они сталкиваются с ограничениями, вот, но это именно, прежде всего, сообщество, и это низовая инициатива, вот, вот, вот это просто поразительно, мне кажется. И точно так же в любом из других городов, то есть они принимают заявки от групп активистов именно в своей городе. По подобной модели, правда, немножко другой, пошел Степан Витаки, дизайнер из Мурманска, они запустили проект «Май Мурманск», и, собственно, по основе этой платформы запустили такую же платформу, там, «Новоситизм» в Новосибирске, почти что в 20 городах России, но у них модель, и в данном случае она отличается от Красивы Петербурга тем, что она предоставляет возможность обсуждать изменения непосредственно в городах, какие-то просто вот, как градостроительные изменения, непосредственно на карте, и у них интересная модель, потому что они свое вот это программное обеспечение сделали его международным, и, например, у них основной доход идет от того, что они устанавливают это в городах Западной Европы, в данном случае Норвегии, что они за счет контрактов с норвежскими городскими администрациями получают деньги на осуществление своей собственной деятельности, а при этом, например, в России они тоже пытались, правда, все говорят типа «идите лесом», вот, зато имеется ввиду администрации, зато активисты говорят «давайте нам типа», и они, и у них там совсем, то есть если высылает группа активистов на заявку городская, которая хочет обсуждать, что у них в городе происходит, то у них там совсем смешные какие-то тарифы, которые там просто хотят, чтобы хостинг платить. Ну и каково здесь, да, то есть влияние городских приложений, это массовое участие граждан в жизни города, это формирование социального капитала, решение проблем, и, конечно же, такая важная вещь, как вот импаумент, то есть расширение возможностей. Мы об этом всем пишем и всячески вот приглашаем следить за тремя базами данных, которые мы формируем, вот, но здесь следует обратить внимание на такую вещь, что вот эти вот прекрасные городские приложения, они умирают, да. Вот я этим летом анализировал 66, соответственно, приложений на этот счет, и вот у них такая стратегия, это не стратегия, а структура, да, что вот это вот, там, fix my street, обсуждение законов, мониторинг, они бывают разные, так или иначе, всех объединяет некое участие пользователя. Вот, но при этом средняя смертность у них 39%, и тоже она по категориям разнится, здесь при этом вот проекты, которые касаются fix my street и взаимопомощи, у них смертность наименьшая. И, собственно, когда я стал задаваться вопросом, почему это возможно, здесь с нами присутствует Гриша Осмолов, собственно, автор многих материалов про российский краудсорсинг. Гриша объясняет, собственно, причины, скажем так, почему некоторые проекты становятся успешными. Нет, есть три основных элемента, да, это пределы толпы, то есть насколько у вас расширяются, скажем так, насколько вы можете расширить число людей, которые могут стать пользователями вашего приложения. Это тип мобилизированных ресурсов, и в данном случае пределы толпы городских приложений — это, в принципе, весь город, но на самом деле это те, кого принято называть. кто-нибудь знаком с таким исследователем Святым Бруновым? Нет? Я очень советую, в общем, покрыть его, он достаточно, ну, то есть ему очень интересно слушать, вот, и он рассказывает, что в любом городе у нас есть 10% граждан, а все остальные пассажиры, вот, и, собственно, ну, в кавычках, да, и, наверное, да, когда речь идет о каких-то городских приложениях, скорее речь идет, разумеется, не обо всем городе, а именно вот о таких гражданах, да, которые считают себя гражданами, вот, которые считают важным участвовать в жизни своего города. Это, наверное, вот те 10%, опять же, это очень условная цифра, вот, но, так или иначе, так или иначе, это вот пределы нашей толпы, что в любом случае достаточно много. Тип мобилизуемых ресурсов — это время, прежде всего, и практически у всех, ну, практически, и время есть, вот, ну, и тип целей, цели, они понятны, да, если у вас есть яма на дороге, по которой вы каждый день ездите, то цель ее исправить, она достаточно очевидна. Вот. Это, и, собственно, из-за этого смертность гражданских, городских приложений, именно, вот, пойми, почини, там, и отправь что-то, она достаточно высока. Кроме того, есть концепции, это тоже где-то конец 2014 года, по поводу как мы можем анализировать городские приложения, вот, не только с помощью, там, инновационного подхода, также можем смотреть с точки зрения типов взаимодействий между пользователями. Это, вот, к слову о вашем участии, да, это и есть тонкое взаимодействие, то есть, в данном случае, которое предполагает достаточно однотипные виды действий, да, и толстые взаимодействия, или, там, опять же, здесь есть варианты, как это переводить, это сим-эн-сик взаимодействие. Это то, которое, когда вы пользуетесь платформой, и вам нужно не просто заплатить денег, или писать петицию, или что-то сделать, вам нужно придумать, как вы будете себя вести в рамках использования технологий. Вот. То есть, в данном случае, наверное, кто из вас когда-нибудь, когда-либо становился частью ЖЖ-компании? Кто вообще знает, что такое живой журнал? Ура! Я знаю, что вы поднимаете руки. Я просто думал, что это было. Вот. Соответственно, вообще, в целом, в ЖЖ-компаниях, чем меньше каких-то предраспредельных вариантов, уже заранее заготовленных вариантов ваших действий, тем более толстое у вас взаимодействие с другими пользователями, то есть, тем больше вы, как бы, думаете, как вам нужно себя вести. И другая, соответственно, линия – это символическая, то есть, в данном случае, символически можно подписать петицию, да, или символически можно проголосовать, например, в некоторых порталах, вот. Когда вы просто заявляете что-то, вот. А влияющее – это, например, вот, когда вы пошли, и, несмотря на то, что отдать кровь – это достаточно тонкое взаимодействие, да, ну, ничего там, вот, вы можете в системе поиск доноров, отличное тоже гражданское приложение, только пойти отдать кровь, у вас больше вариантов или найти кровь, вот. Но при этом оно действительно влияет, потому что оно спасает жизнь. Вот. А влияющее, например, и толстые взаимодействия – это вот все наши гражданские приложения, которые сюда вот упадают. Сенсорные приложения я расскажу чуть потом. Вот. Ну, и, опять же, тоже еще одно приложение, которое частично является, технологией частично не является, новый. Вот. Это Change.org. Кто из вас когда-нибудь создавал петиции на Change.org? Кто-нибудь подписывал? Ура! Подписывал больше. Так или иначе, Change.org – это 182-й сайт в 2014 году по посещаемости в интернете, в российском интернете вообще. 4 миллиона пользователей аудитория. Для сайта, занимающегося гражданской проблематикой, это очень и очень много. Вот. И при этом то, что из, соответственно, людей, которые там занимаются в России, их всего полтора, можно сказать. Вот. И при этом посмотрите, насколько, что бывает, когда технология действительно настолько понятна и хорошо сделана, когда при, собственно, небольших ресурсах, это вот как у вас появляется реальное влияние. В данном случае я собрал только историю успеха, да, и сколько было создано. То есть, действительно, в основном это реактивного характера компании. Вот. То есть, с помощью, созданной с помощью технологий. Вот. Это закрытие детского дома отстояли, собрав 24 тысячи подписей. Понятное дело, что там не только это происходит, но не только, то есть, сайт вот этот вот собирает подписи, но это там происходят многие другие процессы, но это, безусловно, создает эффект. Вот. Это, что касается вот всего спектра гражданских приложений и, наверное, но это только, наверное, малая часть то, что действительно еще происходит, то, что, по крайней мере, мы можем анализировать на то, что происходит, мы можем смотреть. Есть еще одно направление, которое, пожалуй, уже вот совсем близко к тематике. Какой был вчера день? Ну нет, а еще для гиков. Мартин, Мартин, Мартин. Да, день Мартин, 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 который там, в общем, вроде как, вчера мы уже с ним, мы должны были быть в какой-то ветке будущего, где у нас есть хайверборды и так далее. Но, в общем, мы немножко в другой действительности, но, так или иначе, будущее уже здесь. И одно из направлений – это, безусловно, дрон. У кого-нибудь есть свой беспилотник небольшой? Кто-нибудь в мобилу беспилотник? Вот. Мои коллеги мне подарили беспилотник. Вот. Я запускал у себя дома. Прекрасное чувство. Вот. Да, монтарей. Вот. Но, на самом деле, дроны не только для того, чтобы нервировать, соответственно, авиодиспетчеров. Вот. Они, на самом деле, позволяют делать достаточно клевые штуки. Вот. И есть вот достаточно много историй. 2011 год, наверное, первая история использования дрона для решения какого-то экологии, точнее, для обозначения экологической проблемы. Человек, когда еще, собственно, дронов не было, он просто запустил действительно беспилотник, но он вот еще не выглядел, вот, как там, соответственно, восьмилентовой, или шестилентовой, или четырехилентовой вот этот квадрокоптер. А это был такой, как самодельный. Вот. Но он, в общем, на этой фотографии, здесь это видно, если бы… Ну, опять же, на экране это видно. Здесь, в общем, такой вот крабовый река крови. Вот. Он, в общем, логизировал, он смотрит, типа, там, вообще, что такое? Красная река. Вот. А оказалось, что там… Сейчас скажу, что вот это вот оказалось, это было, в общем, мясокомбинат, вот, который просто по-тихому прорылись здесь каналы в эту реку и снимали кровь. Вот. И это единственный способ, с помощью которого он это обнаружил, это с помощью того, что он случайно прилетал и снимал с помощью дрона. Да, вот, я после полета смотрел на фотографии, и в итоге штраф 100 тысяч, прекращение сброса. Прекрасно. Вот. Дроны, в том числе, могут показывать вам, и они особенно сейчас, вот, прямо можно сказать, что в международном, а особенно посткризисном развитии дроны сейчас просто представляют собой некую революцию, да, во-первых, по поводу того, что происходит после чрезвычайных ситуаций, а во-вторых, в плане доставки каких-то товаров на место, да, потому что это, оказывается, дешевле и, по крайней мере, проще, да, чем вертолеты, например. Вот. Но пока это тоже все еще в развитии, да, то есть представьте себе через, там, пять лет, что у вас есть дроны, которые... Просто вы устанавливаете ряд станций, у вас летают дроны, которые прилетают туда, возят грузы абсолютно автоматически, доставляют их, перезаряжаются, и вообще, там, как бы, на обслуживание всего этого только нужно, там, один или два человека, вот, и при этом это может работать ночью, днем, независимо, ну, почти вне зависимости от попытных условий, да. Можно небольшой комментарий просто по поводу дронов, да, сейчас обсуждается такая проблема, что дроны могут использовать террористы, просто подвесив бомбу и направив куда-то в толпу, да, и что с этим делать, пока не понятно. Это, как бы, оборотная сторона прогресса. Ну, это, понятное дело, да, что технологии можно использовать по-всякому, да, и это... Я к тому, что дронов могут, вот, достаточно, как бы, подзапретить, скажем так. Ну, запретить могут все, да, это, как говорится, знаете, шутка, что, типа, один депутат может запретить все, кроме себя самого, а два депутата могут, соответственно, запретить вообще все. Вот. Соответственно, понятное дело, что можно запретить, можно дискредитировать, но так или иначе, да, это остановимся на каких-то позитивных моментах. Вот. Соответственно, вот здесь тоже будет дана ссылка, например, вот после, на Филиппинах, после тайфуна, просто любитель, сделал прекрасное видео вот того, что разрушение, вот. Но это одно, один из способов. На самом деле, иногда дроны – единственный способ исследовать некоторую общественную проблему. Например, вот в Африке и Южнее Сахары – это проблема, соответственно, трущоб, да, в которой все, кто кто-нибудь путешествовал в Африку и Южнее Сахары, в общем, советую. И это проблема в том, что туда не суетится никто. Вот никто, кто там не живет, туда просто лучше не ходить. Вот. Но при этом, при этом, с помощью другого можно не только, а сами по себе вот такие огромные вот эти вот трущобные комплексы представляют собой, на самом деле, огромную проблему, да, потому что их невозможно исследовать, невозможно понять, они становятся источником просто различного рода преступности, да. Мало того, сейчас не только производится съемка трущоб, и производятся также 3D-модели и уже, как бы, внешние, внешние исследования вот этих вот комплексов. Труа могут рассказывать достаточно сложные истории, и здесь эта, соответственно, история – это тоже пример, скорее, американский, вот, по поводу того, как, вот, с юг, соответственно, Луизиана, да, соответственно, у нас, как там поднимается вода, и подтапливаются целые города. И без дронов эту историю рассказать достаточно сложно. Это… О, теперь вот еще одна технология вообще прекрасная – сенсоры или датчики. У кого, кто пользуется какими-нибудь датчиками в каких-нибудь самодельных устройствах? Да? Ну, различные датчики, MIO-датчики. MIO-датчики? MIO-датчики. А, MIO-датчики. Да, сенсоры. Ага, отлично. Но, на самом деле, если мы говорим, что сенсоры – это любое устройство, которое предсказуемо реагирует на изменения в окружающем мире, на самом деле датчики есть у вас всех в карманах. Это набор датчиков, который сравнивается, соответственно, те датчики, которые есть в современных телефонах, да, самсунговских, Galaxy S2S3. То есть сейчас практически в любом смартфоне есть около 16 датчиков, да, которые в том числе с помощью приложений и гражданских приложений вы можете использовать. А мало того, что все микросхемы, которые происходят, с помощью которых можно сделать эти датчики, они достаточно дешевы, а если вы еще потом вот эту вот схему, которую вы сделали на каком-нибудь… И, кстати, я очень советую от коллег наверху, да, соответственно, «Hackspace Neuron». Там все равно и вообще могут вам все рассказать про это. Соответственно, как только вы придумали какую-то схему на Arduino или Raspberry Pi, и опять-таки я начинаю говорить пятичьим языком, но вы можете ее потом упечатать и вообще в несколько раз сократить затраты, соответственно, на изготовление вот этих вот приложений, да, которые могут быть тоже open-source и так далее. В данном случае сеть сенсоров, если вы их объединяете, создает новое качество. И так, собственно, работает новое приложение по прогнозу погоды PressureNet.io, которое использует как раз пять миллионов устройств, которые используют в данном случае только последние модели Samsung, у которых есть барометр. Но, так или иначе, это уже пять миллионов устройств, и они вместо стандартной сетки устройств, стационарных барометров, которые есть, которые используются, они используют мобильные устройства. Там есть куча различных проблем, связанных с калибровкой и так далее. Это все обсуждается, но, так или иначе, зная, куда движется прогресс, можно предположить, что эти проблемы технически, они будут в какой-то момент преодолены. Сенсоры позволяют решать экологические проблемы. И здесь, опять же, эта история не из России пока. Это Дина Капиелло, журналистка, которая использовала для Houston Chronicle, она проинвестировала 20 тысяч долларов на исследования вокруг фабрики, которая, по ее мнению, создавала, и она это сделала еще, кажется, в 2006 году, когда сенсоры все были аналоговые, не было, по крайней мере, доступные сенсоры, не было цифровых сенсоров, которые сейчас значительно дешевле. Установила 100 датчиков, которые отслеживали содержание, химический состав осадков, и смогла сделать вот такую вот, соответственно, карту. И, собственно, мало того, что она не просто сделала это исследование, у нее волонтерами работали жители этих районов, которые вместе с тем, что они устанавливали сенсоры, помогали ей собирать данные, сами понимали вообще, что происходит. И в результате ее исследования она опубликовала статью, это тоже интересный вариант сотрудничества журналистов, активистов и, собственно, граждан. Техасский, насколько я понимаю, НПЗ заключает соглашение с Марией Хьюстом на снижение выбросов в два раза в течение трех лет. Как эффект от 20 тысяч долларов, по-моему, неплохо. Собственно, на нашей, скажем так, вот из того, что мы видели, у нас на Хакатоне в Иркутске компания NextGIS сделала это не часовая бомба. Это датчик, собственно, СО. Измерение СО, они сделали его здесь, если собрать все компоненты, это стоит две тысячи рублей, и они могли просто прошли по Иркутску с работающим датчиком и сделали вот такую миникарту, при том, что они это сделали, собственно, за два дня. И у них все программа обеспечения в открытом ходе, вся инструкция доступна, вы можете это сделать сами и сами изучать эмиссию СО. Вы можете также сделать это не собирая вещи, которые напоминают часовую бомбу. Вы можете купить за 150 евро Smart Citizen Kit, который у вас фактически сразу уже готовая плата, которая собирает вот эти данные непосредственно. Идея в том, как раз, чтобы объединить сети датчиков в некие единые сети, собственно, сбора, независимые сети сбора данных, которые были бы доступны в открытом виде, в доступном виде, в машиночитаемом, чтобы каждый мог их, соответственно, обрабатывать, использовать и делать выводы. Самые главные выводы на основе этих данных. Здесь также еще буквально пару историй по поводу сенсоров. Мне очень нравится эта история, потому что она действительно позволяет нам и всем гражданам снять некую монополию корпораций, научных институтов и так далее. И дать, собственно, знания, знания – это очень важная вещь, собственно, гражданам. Здесь история началась с статьи, академической статьи о том, что содержание свинца рядом с заводами, и здесь вот Ghost Factory рядом с заводами, в данном случае с талиплавильными, насколько я понимаю. И технология была следующая. В 2001 году появилась статья, через 8 лет спустя журналистское расследование, которое журналисты просто задались вопросом, окей, талиплавильный завод закрыли, а так или иначе у вас земля-то отравлена, так или иначе. И они стали это исследовать. Они сделали карту, которая до сих пор доступна. И в 2011 году они ее опубликовали. И публикация произвела настолько серьезный эффект, что в ряде штатов законодательные изменения произошли в допустимых нормах содержания свинца в почве, как результат такого влияния. из того, что есть уже, да, это вот деятельность, в данном случае Беларусь, это пример организации, которая занимается источником загрязнения в колодцах, вот, и здесь тоже можно посмотреть, но, к сожалению, да, это вот тоже никаких, во-первых, не последовало после публикации этих больших данных, здесь огромное количество данных по содержанию загрязнения нитратов в колодцах. Оно было сделано, но не было выводов, не было дискуссии, соответственно, никаких изменений тоже не произошло. Вот, поэтому здесь недостаточно только чего-то, скажем так, выложить, да, это важно тоже еще обсуждать. Последний пример тоже очень интересный, когда были использованы сенсоры RFID, RFID, наверняка вы все имели какой-то опыт с RFID. Выходите в магазины. Я надеюсь, у вас бывает так, что иногда вы проходите через вход, и у вас начинает что-то пищать. Это тогда, когда работает RFID. Это самое, собственно, основное применение этих сенсоров. Но с чем столкнулись, и опять же это были журналисты, они столкнулись с тем, что они встать в Флориде, полицейские очень быстро ездили и очень много нарушали правил дорожного движения, из-за чего погибло порядка 19 человек за один только год, что они были сбиты полицейскими машинами, превышающими скорость. И они искали, как они могут это сделать. В итоге они долго думали, что можно сделать. Думали использовать GPS, поняли, что это вообще не работает. Но они обратились в службу, которая занимается шоссе, потому что там была система, что если у вас машина оснащена RFID датчиком, и она проезжает через вот эти вот ворота платного въезда, вот специально оборудованного, то тогда сеть вас регистрирует. Она регистрирует машину, проезжающую в определенном месте в определенное время. Они обратились с запросом, получили 250 мегабайт данных или почти что 1 миллион единиц данных. И просто это все дело проанализировали. Без этого счетчика это было невозможно. В итоге оказалось, что каждый гадный полицейский превышал скорость более чем на 25 миль в час. Помимо 15 смертей, еще было 320 аварий. И смогли, соответственно, это визуализировать. А вот как снизилась их средняя скорость, когда они опубликовали об этом, соответственно, материал. Вот, по-моему, прямые действия технологии визуализации и внесения до общественности каких-то важных данных. В 2013 году даже журналисты включили премию Pulitzer. А полицейский значительно снизил скорость. Это что касается, собственно, сенсора. Так как мы можем действительно что-то сделать с помощью сенсоров. Наконец, последнее – это надевашки. Надевашки. У меня правильно пишут, что надевашки – это неправильная ошибка. Надевашки. Вот. Это… Кто из вас пользуется какими-то надевашками? Это, например, браслет, который меряет шаги или меряет ваш сон. Так. Один человек. Два человека есть. Отлично. Вот. Но на самом деле это не только это. Это в том числе печально известный Google Glass. Вот. С помощью которого, на самом деле, можно сделать и был сделан, был сделан, по крайней мере, точно два проекта, которые касались городских улучшений. В данном случае вот я советую проект 2.1. Это человек снял жизнь в своем районе. Вот. Это, опять же, тоже пример из Америки. Но он просто вот снял все, что он видел с помощью Google Glass. Это очки, это, соответственно, с функцией записи и со множеством других функций. Вот. Ну и в целом, как бы, это все идет вот в сторону, и опять же, если мы говорим о трендах, это идет в сторону того, что у нас действительно в наших линзах, в наших очках появляются какие-то вещи, которые мы начинаем использовать, которые соединены там, не знаю, с нашим профилем на фейсбуке, и так далее и тому подобное, да. И в теплице, в том числе, я поучаствовал в одном из проектов так называемой дополненной реальности, тоже связанной. Это приложение, созданное иркутскими разработчиками, которое называется Layer, и они стали победителем в итоге иркутского хакатона, и они сделали специальный слой, который бы показывал… Это очень простая вещь, то есть сама эта технология дополненной реальности, то есть вы просто вводите камеры, вы можете ее скачать. Вот. Этот проект называется «Конкретная территория», там слой с различными пунктами приема вторселья в Иркутске, который наложен на это приложение Layer. И вы идете, и вы можете… Понятное дело, что вы не будете по улицам ходить вот так, да, но представьте себе, что у вас вдруг появляется медиум, да, какие-то очки, которые вдруг стоят там не две тысячи долларов, а пять тысяч рублей, и которые вы просто можете надевать просто по приколу, да, потому что они вам что-то показывают. И это вполне реальная ситуация через два-три года. Вот. А здесь у вас, собственно, показатели, где вы можете сортировать ваш мусор. Вот. И… Но это, опять же, один из примеров, да, мы поддерживаем в основном совсем небольшие проекты, нам этот проект понравился, потому что он действительно вот совсем необычный. необычный, но при этом почему стоит обратить внимание на дополненную реальность? Потому что Oculus Rift – это вот, собственно, шлем, маска, 3D-видение, в том числе, как вход в тоже вот эту дополненную реальность, купил Марк Цукерберг, соответственно, которого вы знаете по приложению Facebook. Если Марк Цукерберг что-то покупает… То есть он купил шлем или купил компанию? Нет, он хотел купить шлем, а купил компанию, не занял проект. Да. Вот. И, собственно, видение Цукерберга, соответственно, вот эта технология погружения, вот эта вот реальность, станет частью ежедневной жизни миллиардов людей. Вот. И если вы хотите посмотреть, как эта жизнь будет выглядеть, есть такой сериал «Черное зеркало», и это совсем нерадостное будущее, которое, как я примерно это описываю. Опять же, вот я попытался здесь снять сливки с того, что мы регистрируем на наших горизонтах в плане того, куда движутся технологии именно в области решения социальных проблем по мере от их поддерживающих инноваций к более прорывным инновациям. Вот. Я надеюсь, это будет для вас интересно. Приглашаем следить за нашими новостями обо всем этом общественно-технологическом на нашем сайте. И, пожалуйста, вопросы и дискуссии. Сначала, я думаю, вопросы, а потом уже какие-то комментарии, точки зрения и так далее. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!